сегодняшняя рыбалка для меня была скажем так тренировкой и еще плюс я хотел взять я перед стартом своей рыбалки уточнил хозяина удаема съесть какая-то значит скидка отпускаешься рыбу или забираешь то есть разница никого не было хоть ты отпускаешься забираешь платят все равно одни и день то есть я решил собрать рыбу домой покушать чисто рыбу такой которая специально растили именно для того чтобы есть есть это щучка маленькая сигалетки и кто тоже заметил как рыбаки значит обращайтесь со своим уловом сейчас на улице уже довольно холодно то есть 78 градусов до 10 часов ну холодно как в холодильнике реально и замечаю что рыбаки кто-то поймал одну-две щуки носят демонстративно там на кукане она щука бальтыхается короче издевательство над рыбой над животными скажем так в прямом смысле этого слова я всех призываю если вы все-таки решили забрать рыбу если на улице не 40 градусов жиры да там осенняя пора по моему личному мнению проще сразу рыбу прибить нал там таки там палкой по голове шумана коньки откинула не мучилась просто умертвить и скажем так почему я сторонник такого метода чем здесь и куканы садки во-первых куканы садки это геморро прибил рыбу обезвиживаю в кулечек положил положил рядышком с собой положил сумку неважно на улице 7 градусов реально холодильник рыба не пропадет ничего с ней не будет второе рыба находясь в садке на кукане она пытается вываться то есть у нее идет самосохранение она хочет что-то куда-то короче уйти от греха подальше во время всех этих движений выделяется молочная кислота мышцы как известно молочная кислота забивает мышцу мясо становится просто невкусная дуба дубовенькость попробуйте щупу умертвленную сразу попробуйте та которая целый день на кукане провисела продерлась то небо и земля во вторых в третьих вернее уже куканы с таким за собой носить вот так вот на вытянутую руку пошли то все лечится летят брызги грязь песок слизь ну короче не очень не очень даже удобно плане чистоты был у меня один случай показательный несколько лет назад вышли на рыбалку с моим товарищем на лодке уже было достаточно холодно и еще плавали едины или уже плавали даже не помню точно когда это было но короче говоря под ним плавал лед такие большие едины и на мельчке на дом мы в надежде половить окуня значит влетел судак такой красивый классный судак в районе двушечки не знаю что делал на мельке но влетел блин обрадовались пофотографировались и так как рыбу в принципе на диких водоемах мы всегда отпускаем тут решили забрать ну давай заберем пожарим вечерком встретимся покушаем по блин ну давай решили да решили хорошо слушай сейчас на улице 2 градуса кольца он примерзают надо еще давать ему по голове классную кулечек положим блин покушаем судачка короче в ответ получил два лучи на кукан два водички свеженькие короче снимаемся с якоря в очередной раз рыба не клюет проходим сами махалотик там по сторонам налетаем на льдину не полностью как как титаника боком естественно это льди нацепляет судака кукан хлипенький старенький непонятный какой-то китайский застежка рассеивается судак расчехляется и банально уплывает то есть что намешало положить его в лодку никому не известно зато да он свеженький осталось надеюсь серьезно травму не получил обращались мы с ним хорошо поэтому поэтому считаешь и куканы и если только не на улице не жара да они не нужны банально все это лишнее так самым какие лишние пацаны пацаны рыбалки не на все конечно одну для ловли счет я лично подсакой не гриппом такой челюстной захват я им не пользуюсь не столько не меня не вынуждает обстоятельства там высокий берег тогда пацан лучше ее мечи а в основном рыба берется руками рыба берется руками сегодняшние шнурки вот такие тоже не понимаю куча людей ходит садками не все там нет что мальчику десятку не думаю как-то не думаю то есть узнал о том что запустили кучу мелкой щуки наверняка крупняк уже ей же этой мелочью и отъелся и состоит просто перевалят его ничего не интересует короче ни один рыболовник а мало ничего крупнее такого шнурка вот но брать с подсаку но такое вот дело просто ну смешно просто просто смешно просто проще это все дело поднять на удилище на берег я думаю даже самый крепенький спиннинг ловил ультралайтер и и мультипликаторная снасть ни один ни второй спиннинг не пострадал плетенка даже 6 либра того штука удерживать все на берег выкидывается без проблем здесь рыба нужна для еды то вообще никаких проблем а так в основном в диких условиях вся рыба мною берется рукой многие боятся слышал такой вот там зубы у нее там жабр да конечно конечно да но есть еще ты такое место которое называется жаберная крышка жаберная крышка если кто не знает завод створка который открывали который прикрывает жаберные дуги красненькие вот за нее очень удобно и безопасно для рыболов можно брать щуку очень надежно как надергается и никуда уже не девается этот значит трюки посмотрел у американцев не так своих маски новым беру оказалось и наша щука также отлично берется за жаберную крышку держать ее удобно для фотосессии это красиво некрасиво когда берешь щуку за глаза я думаю что не будет сомнений каких-то рыбе больно в этот момент лучше лучше и так не брать больше болевой шок он плохо сказывается на удержание рыбы начинает дергаться начинает нервничать и просто я думаю это не очень гуман то есть если вы захотели снова же взять рыбу возьмите аккуратно по-человечески в садок вернее подсак или за жаберную крышку или гриппом за губу умертвить ее достать достать ей меньше страданий просто просто поступить по-человечески по поводу кстати вот забирание маленьких щук я сюда людям которые не понимают человеческих слов да я не объясняю так представь что ты охотник плывет утка и плывет утята ты по кому стрельнешь по утке а что ты берешь таких щук это же реально не щука это личинка щуки если речь не идет о платном водоеме там где-то рыбу специально запускают и запускают ее сугубо для того чтобы выловить и съесть ищут дикую природу блин никакой уважающийся рыбак такую рыбу не возьмем просто не возьмем что это мелочное что ли не лично даже не даже с плотника такую рыбу дому нести стыдно честно говоря что это это не рыба это личинка щуки как я называю своим друзьям это реально личинка щуки у каждой рыбы есть свой скажем так не серьезный серьезный размер для щуки например ну я я думаю размер начинается хотя бы стила хотя то есть до килограмма я думаю что нужно все пусть отпускать это мое личное мнение щука берибельная назовем ее так я думаю ты от килограмма там до трех все выше это уже маточная поголовит это те те рыбы которым нужно не реститься не реститься и приносить снова каждый год маленьких щучек например для плотвы нормальный вес то уже 100 грамм я думаю это нормальный вес плотва в килограмм это уже действительно трофей можно позавидовать вот это такую рыбу не думаю что если нащупали косяк то нужно прям прям всю выбить прям ведро и накосить все признает напомню по правилам рыболовство и сограничения выводы минимального размера рыбы так и общего угла все это можно почитать в правилах рыболовство освежить память или просто почитать узнать лица отчетом что-то новенького еще хотел затронуть такую тему значит как-то общение рыболов не рыбалки сейчас очень много профильных сообществ форумов где сосредоточено большое количество людей которые объединены рыбалка там обсуждается абсолютно все холод и спиннинг и катушки все на свете раньше помню когда я только начинал заниматься рыбалкой ездил с отцом блин никто не рассказал что есть джиговая провод есть ступенчатая есть разница подцепить 10 грамм или 25 и пройтись по одному и тому же место там будет разные есть разные проводки джиговые есть разные ванглера да еще конечно все этого не было таких знаний тоже не было но пока за фактом что никто никогда ничего раньше мне не объяснял все доводилось самому постигать через кучу ошибок банальных если вы начинаете ловить спиннингом смотрите кучу фильмов сейчас есть в ютубе блин это вообще не проблема возьмите кого-то рыбака задергать его вопросами пусть он вам все покажет расскажет что нужно делать чем не нужно избегайте банальных ошибок это сэкономит кучу денег просто неимоверную кучу денег кучу нервов кучу времени просто возьмите себе за правило делать на рыбалке нужно все осознанно то есть нужно понимать что ты делаешь опять же сегодня на водоеме вижу примерно следующее рыбак со спиннингом силиконовая приманка заброс туда ближе к центру там не 12 метров и секунд три ждет и начинает крутить ручку катушки шо он надеется поймать щуку пилогическим джигом наверное нет а вот бездумное охлестание воды это да это в этом мы умеем это у нас хорошо получается потом мы думаем что у нас не клюет то есть когда я выходил на водоем это было определенный промежуток времени когда выходит в серый баллон то есть являл полдня это было в районе 12 часов и все вышли почти пустые я вышел там с рыбой скажем так причем еще сказал что большую часть просто вы все начали как что почему блин почему врач это не спросить почему вы не посмотреть почему не посмотреть почему в конце концов не включить мозги и не подумать что я делаю не так то есть если у вас не клюет его кого-то клюет наверное наверное что-то кардинально не то я сам будучи рыбаком скажем уже не вчерашним никогда не стесняюсь подойти к боку у которого получается лучше чего не спросить показать вас попросить показать его снасть проводку рыбалка это всегда всегда новая всегда непостигнутая всегда для вас найдется что-то что-то интересное всегда не стесняйтесь спрашивать еще раз при этом не стесняюсь потому что отличие может быть банально в одном обороте катушки и кто-то будет и не будет на этом пожалуй все пожелаю вам них восстание чешуи чаще отпускайте пойманную рыбу особенно трофейную тогда водоемы наши будут не пустыми действительно рыбными и ходить на рыбалку будет интересней пока а и и Продолжение следует...